добрый день с вами виктор потаков я надеюсь что меня хорошо слышно и хорошо видно поговорим сегодня про секреты сетевого бизнеса от директора по развитию компании действительно я планирую сегодня сказать какие-то вещи которые мало кто знает они может быть малосущественные но для профессионала как раз таки вот такая скажем мелочь всегда является главным но забыли посолить или не забыли посолить суп до в общей массе супа это всего ничего соль она во вкусовых характеристиках это большие большие решения разницы до профессионализм хозяйки и так давайте я сначала расскажу почему я знаю некоторые секреты то есть немножко о себе потом у нас будет общая конечно я буду говорить с точки зрения не всего сетевого бизнеса а так уходя во весь потом возвращаемся в наш компания мир фукоидана компания фукоидан волк почему но конечно мы должны хвалить свою компанию тем более есть за что конечно мы должны хвалить индустрию сетевого маркетинга сетевой бизнес потому что есть за что и конечно в этой индустрии и их нашей конечно компании есть свои секреты большие маленькие и большинство из этих секретов это очень удивительное свойство нашего бизнеса лидеры руководство компании всех компаний да так или иначе озвучивают публично, стараются, говорят, записывают попунктно, делают специальные тренинги по тому или иному секрету, как относиться, как делать, как подходить, как говорить, как промотировать, как до, как после, как во время, да, как распределить время усилия, короче говоря, масса секретной информации, и она, в общем-то, быстро тает, быстро тает, и снова ее нужно давать, и снова все ее забывают, но вот так вот секреты в современном мире держатся действительно недолго и слабо. Я с 1993 года связан с индустрией сетевого бизнеса. Сетевой бизнес, что это такое? Не видно и не слышно, пишет Гульфия. Напишите, пожалуйста, кто меня и видит и слышит, тогда Гульфия будет, ну, может быть, спокойнее, да, и мне спокойнее. Да, напишите. Спасибо, Людмила, видно и слышно. Итак, в следующем году год будет, знаете, как его пишут, давайте я напишу, некоторые, кто не умеют с тысячами общаться, говорят, как 2020, да, так американцы говорят год 2020. А у меня лично и персонально год будет вот так вот выглядеть. Вот я написал, посмотрите в чате, 27-27. Совсем другой год по, скажем, сетевому летоисчислению для Батакова-Виктора. Почему? Потому что мне будет 54 года в следующем году. 27 лет, первых, я не знал, что такое сетевой бизнес. И 27 лет, вторых, я знаю, что такое сетевой бизнес. То есть я уже 27 лет связан с сетевым маркетингом в той или иной степени, в разных ролях и так далее. Поэтому знаю секреты, естественно. Ну, начнем с чего? Давайте я расскажу, что я узнал еще в прошлом веке. И почему я пришел в этот бизнес? Потому что очень многие люди, с которым вы общаетесь, которым предлагаете, говорите, давай, ты можешь зарабатывать здесь, в нашей компании 200-300-500 долларов в месяц. Я говорю в долларах, потому что это примерно как наши баллы, бонусы наши. У нас бонус сейчас 65 рублей, а доллар 63 рубля. То есть в России это так хорошо смотрится. В тенге 340 тенге у нас балл, да? А евро сейчас 70 рублей. То есть у нас получаются наши бонусы, баллы, наши денежные единицы в компании между долларом и евро. Для России так. Поэтому я говорю доллар, как валюта, которая известная, мировая. Итак, предлагайте человеку, давай, приходи, ты будешь зарабатывать 200-300-500. Хочешь? Хочешь. Вот это важно. Он должен хотеть. Если он хочет, то у него возникают вопросы. Например, там, смогу ли я? Кто мне будет помогать? Кто уже это смог сделать? Насколько ты мне поможешь или система? Насколько хорош продукт? Насколько честно платят? То есть у него эти вопросы возникнут после решения, предварительного решения о том, что он хочет зарабатывать деньги. Может быть, вы говорите другие суммы. Тысячу, две тысячи, три тысячи в месяц, да? Такие суммы называть правильно. И даже 25 тысяч в месяц называть правильно. Но всегда важно, кто их произносит и кому. Ведь кого-то можно испугать большими цифрами. Либо собеседник не поверит вам, что вы называете такие большие цифры, ведь вы сами зарабатываете, допустим, здесь только 300. И когда вы зарабатываете 300, вы можете называть свои 300 или в два раза больше. Да. Это кто, к чему вы идете, к чему вы придете. Вы можете называть и тысячу, и две, и три, и четыре, потому что уже ясно, что столько зарабатывается. Это секреты. Какие цифры называть в предложении? Предложение в чем заключается? Хочешь зарабатывать? Да, давай с нами. Давай со мной. Давай с компанией Мир Фукоидана. У нас шикарный план вознаграждения, у нас шикарный продукт. В нашей команде система обучения и, в отличие от многих других мест, где ты можешь там пытаться зарабатывать, в обычной жизни, не в сетевом бизнесе, да, я лично и даже еще несколько человек лично и кровно заинтересованы в том, чтобы ты зарабатывал. То есть, ты только приходишь, а мы уже хотим, чтобы ты зарабатывал. Очень хотим, потому что если ты будешь зарабатывать, то и я буду. Если ты не будешь, то и у меня не получается по твоей линии зарабатывать. Тогда я буду искать другого человека, третьего человека, четвертого человека, который хочет зарабатывать, будет и я буду вместе. Секрет, секрет. Почему это секрет? Потому что люди привыкли к другому взаимоотношению друг с другом. К сожалению, да. Либо окладный вариант, когда в той или иной организации, на той или иной ступеньке карьерного роста, то или иного образования, не так важно. То есть, все получают одинаково. Вот приходят и получают одинаково. Плюс-минус одинаково. Там кому-то премию дали, кому-то не дали. Кто-то работает давно, ему чуть-чуть побольше, на 10%. Но, в общем-то, все получают одинаково. Есть даже среднее по стране. И по любой стране, какую бы мы ни взяли, Россия, Казахстан, Туркмения, США, Голландия, да, всегда есть среднее по стране. И подавляющее большинство людей, примерно 80%, получают ниже среднего. Ровненько ниже среднего. Ну, примерно процентов 70 от среднего. Вот так. Да. И все люди к этому привыкли. Они получают какое-то среднее. И у них нет рядом друзей, товарищей, партнеров, которые хотят, чтобы вот этот вот человек зарабатывал больше. Просто нет. Даже родственники часто против. Друзья против. Будешь много зарабатывать, зазнаешься, выйдешь из нашей тусовки. Пил с нами вот это пиво, начнешь пить с ними другое пиво, да. Или ты с нами съездил куда-то там загорать и купаться в карьер местный, ближний, грязный, на старенькой машине. Ну, как привыкли, да. А начнешь ездить на другое море с другими людьми. Оторвешься от коллектива. То есть, в обычной жизни, не в сетевом, люди часто, обычно, не желают друг другу продвижения по карьерной лестнице и зарплаты, а у нас наоборот. Но я вернусь о себе рассказывать. Я познакомился, как вы понимаете, по математике с сетевым бизнесом в 1993 году. Я тогда был президентом компании. Давным-давно, вот 27 лет, молодой парень, да. Я считаю, что 27 лет – это молодой парень, потому что сейчас вот мне 53, я считаю, что я молодой, ну ладно, не парень, мужчина. Нормально же выгляжу. Кстати, за последние полгода на 10% похудел. Никто не понимает, о чем речь. Ну, где-то 9 килограммов, да. 9, даже больше 10%. Похудел. Помолодел. Благодаря продукту, в том числе и системе питания, о которой мы говорили на пятом бизнес-форуме. Людмила рассказывала. Вот они такие. Секретная информация. Если нас кто-то слышит посторонний, так что, можно похудеть легко? Что такое пятый бизнес-форум? Значит, было 4 и есть пятый? Ну-ка, давай расскажи. То есть мы говорим так обычно с людьми, обычные слова, обычные разговоры, что люди заинтересовываются. Им становится интересно. Они что-то услышали и начинают пытать. Эй, расскажи подробнее. Я тоже так хочу. А у нас бизнес в этом заключается. Здорово, ты так хочешь. Ты хочешь, как я, быть здоровым, молодым, жить спокойнее, богаче? Давай, я ищу таких людей. Я хочу создать команду, где такие люди. Здорово, совпало, да. Кстати, еще один секрет скажу для разминки. Он заключается в том, что в сетевом бизнесе мы зарабатываем, в общем-то, разговорами. Да. Голосом зарабатываем, словами. Потому что мы рекламируем продукт, компанию, вознаграждение, путешествие, лидеров, руководство, да, производителя и так далее. Реклама у нас происходит, в общем-то, языком, да, словами. Когда мы, допустим, кого-то приглашаем к себе опять слова. Я сейчас говорю слова. Вы слышите слова. Услышав эти слова, задача тех, кто зарабатывает, передать дальше слова. Слова, слова, слова. Разговор. Кто-то скажет болтовня, кстати говоря. Болтают и зарабатывают. Ну, неплохо же, да. Разговариваешь, и тебе за это платят. Общаешься с людьми и становишься богаче. Но к этим словам, конечно, нужно добавить еще эмоции. Эмоциональный план есть, да, энергетический. Ну, в общем-то, так. Что говоришь? Это важно. Не просто бла-бла-бла, да. Он сказал лишь бы что. Что говоришь и как говоришь. И вот если это совпадает, слова идут. Что именно и как? Секрет? Это секрет. Очень многие не понимают этого и выучивают слова, даже не понимая, что они произносят. И не с той интонацией говорят. И не так выглядит, что произносит эти слова. То есть человек, например, видно, что он, ну, скажем так, давно бедный. Да, таких много. Но он начинает говорить о богатстве, начинает говорить о законе денег, начинает говорить про инвестиции, начинает предлагать кому-то зарабатывать 10 тысяч долларов. Но на нем нарисовано, ты давно бедный, ты сам бедный, как ты можешь это предлагать? Поэтому предлагать можно чуть дальше, чем выше, чем ты сейчас находишься. Либо рассказывая не о себе, а о ком-то другом. Да? О лидерах, о тех, которые уже смогли. Итак, в 93-м году я, значит, президент компании, молодой парень, и ко мне стучится экономист компании. И говорит, тут вот приходит еще более молодой парень, какой-то студент, что-то рассказывает там, какое-то предложение финансовое. Я говорю, ну, вы его слушали? Говорит, три дня слушаю. Не очень поняла. Давайте вы послушайте. У меня было время, я послушал его. Он говорил про деньги, про то, что денег может быть больше, что можно зарабатывать. Но я же президент компании. Я зарабатываю больше. Оперирую другими деньгами. Там, условно говоря, ресторан строился, другой ресторан был в компании, там, где я президент. Например, автобус мы купили тогда, такой дорогой туристический. Поставили его на маршрут, он катался. Из каждого человека собирали денежку. А начало 90-х все развалилось, и людям трудно было приезжать там в одно из мест. И вот они ездили с удовольствием. Из центра Риги, вот туда, на периферию, да, в райончик, платили деньги, экспресс, так, знаете, круто. Целый автобус. Вот у меня был автобус 26 лет назад. А у кого был автобус 26 лет назад? А почему этот автобус туда ездил? А там магазин мой стоял, ресторанчик и так далее, да? То есть это все было интересно. И я был в этом, в обычном традиционном бизнесе, который на тот момент, в 93-м году, никто не умел делать. Никто. Вообще никто, да? Потому что развалился союз с плановой экономикой. И началась неплановая, хаос. И вот ко мне приходит сетевый маркетинг. И я поехал в путешествие. Меня заинтересовало тогда путешествие. Что нужно было ездить на обучение в другую страну, за границей. Я впервые поехал. Я увидел людей, они зарабатывали 60 тысяч долларов в месяц. Свыше 100 тысяч долларов в месяц. Я подумал, ого, эти ребята зарабатывают больше, чем я. Много зарабатывают каждый месяц. А все, что делают, выходят на сцену, в костюмах и разговаривают. Рассказывают какие-то простые вещи, какие-то несколько уроков, выученных, как учителя. Рассказывают. Им платят за это 60 тысяч долларов в месяц. 140 тысяч долларов в месяц. Ого, подумал я. Ну, в моем бизнесе были ошибки. В обычном, да. Компания закрылась и банкротилась. Это нормально. Это всегда бывает в бизнесе. И у меня четко осталась информация в голове. Мне нужен миллион. Мне хотелось миллион долларов, да. И в сетевом бизнесе он есть. Совпало. Мне нужен, а он есть в сетевом бизнесе. И я начал работать более активно. Например, в 95-м году я стал дистрибьютором компании. Я некоторые компании буду называть, но вообще-то нет. Но тут давно не существует в прошлом тысячелетии. Кембриджское питание. То есть они красиво назвали Кембридж, на слуху, питание. Банки с питанием. Взял, насыпал коктейль. Выпил. Вот витамины, минералы получил. Можно похудеть. То есть это было давным-давно. Поэтому, когда я сейчас встречаю людей, которые это преподносят как ноу-хау, говорят, это что-то абсолютно новое. Этого нигде не было. Вот у нас банка с едой. Я говорю, ребята, да, в 95-м году я этим занимался. Это было не новым. Батончики были для питания, кстати говоря. Ну, кто не может насыпать себе или размешать. Другой метод. Этот же порошочек, да, был запечатан в батончик специальный, как шоколадка. С чаем пьёшь его. Ездил на поездах. Показывал батончик. Говорю, я обедаю. Все на меня смотрели так. Почему я много ездил? С 96-го года я сотрудничал с компанией Визион. Она тогда открылась. Я её назову, да, потому что давно. Это такой монстр. И там я выполнил квалификацию за два года. VIP 6 карат. Не я один, конечно. Конечно, я думаю, что человек 40 тогда примерно выполнила или открыли эту квалификацию в компании. То есть много. Но компания-рекордсмен, лидер рынка, компания, которая родила очень много лидеров, и сетевой маркетинг сейчас во многом держится на той школе, да. Что такое VIP 6 карат? Я знаю, что сейчас, вот мы работаем в компании Мирфу Кайдана, многие люди, многие партнёры не обращают внимания на квалификацию. То есть не обращают внимания на движение по карьерной лестнице. Не смотрят вот в табличке, что же нужно выполнить, чтобы на следующую ступеньку перейти. Самое главное, что нужно смотреть, конечно же, на карьерную лестницу по универсальному бонусу. Там всё. Там суть сетевого маркетинга. Это секрет. Эта таблица вообще секретная информация. Поэтому, если она попадёт в какие-то ненужные руки, вот эта таблица с уни-бонусом, они обалдеют, скажут, вау, тут всё разработано. Мы теперь можем покорять мир вот с этой вот табличкой универсального бонуса. И они реально могут покорить мир. Но мы это раньше начали, 4 года компании. Мы этот бонус уже знаем. У нас есть 11 ранги, 11 ранги. Так вот, 6 каратов в 98-м году тогда я закрыл. Что это значит? Ничего не рисую, только рассказываю. Это значит, что в моём первом поколении было 10 человек активных. Их было больше. Но из этих больше 10 было таких, 10 в первом поколении активных. То есть те, что купили в данном месяце на 200 долларов. Нехилая сумма для тех времён, тем более. 10 человек купили на 200 долларов. И каждый из этих 10 имел в своём первом поколении 5 активных. Понимаете? То есть это значит 10 человек в первом поколении и ещё 50 во втором. Активных вот в таком вот рисунке. 5 или 6, это уже не важно, имели они. Но вот у меня было 10 веток в каждой из этих родоначальных веток. Он был VIP, то есть у него было 5 активных в первом поколении. 60 человек в двух поколениях. И для того, чтобы закрыть квалификацию, нужно было держать её 6 месяцев подряд. Если кто-то один не купил, всё, слетаешь. Начиная сначала 6 месяцев подряд, нужно держать квалификацию, что у тебя 10 веток, родоначальники веток, то есть партнёры в моём первом поколении, должны были быть по 5 веточек иметь живых, да? Серьёзная квалификация. Я это делаю, я это знаю, поэтому я знаю стивомаркетинг так, как его мало кто знает. Таких, как я, на нашем рынке несколько десятков человек. Единственное, что я отстаю от Людмилы, да? Там всегда на год она начала этот бизнес сетевой. В 92-м году, а я в 93-м. Поэтому у неё уже 27 лет стажа, а у меня 26. Вот, да, почему я сейчас... Кто-то скажет, да, это в прошлом веке квалификация. Да, в прошлом веке. Доллар другой, люди другие, жизнь другая. Сейчас всё легче. Легче на порядок. Сейчас полно сетевиков, полно сетевых компаний. Стань только человеком притягательным. Предлагай другим помощь в том, что они будут зарабатывать на великолепном продукте, великолепном бизнесе и работай. Но уже всё-таки давно живём в 21-м веке. Всё меньше желания у людей в среднем работать. Всё меньше желания у людей вырваться из нищеты в хорошую жизнь. Почему? Потому что нищеты уже нет. Почти все уже худо-бедно сводят, концы с концами привыкли, освоились. Есть окладики, выше не суйся, ниже не хочу. И вот так вот. На работу ходят, 8 часов работают. Ещё один секретная цифра, вы её знаете. Посчитали английские учёные всякие, да? Человек, окладник из 8 часов в офисе работает 1 час. 1 час, 1, 7 он не работает. Но он там присутствует, перекладывает карандаши, переговаривается, чатится, ходит к начальству, да? Пьёт кофе, ходит в туалет, рассказывает новости, вроде бы и по работе какие-то совещания. Но реально он работает 1 час. 1. Например, мы с Людмилой, когда работаем, да? Мы садимся и не поднимая головы сидим. Я понимаю, что я за один день иногда делаю столько работы, сколько вот тот самый окладник, чисто по часам, по минутам, не по качеству, по минутам, делает за 2 недели. Потому что я заинтересован в результате своём. Я делаю бизнес, я больше зарабатываю. Я делаю бизнес, я больше зарабатываю. Есть люди и в нашей компании, которые работают в другом месте, но ждут денег от компании с теломаркетингом. Работают в другом месте, тратят туда время, а ждут денег от Фукайдан Волт, например. Говорят, почему нет денег? Очень просто. Ты не посвящаешь время, не говоришь, говоришь не то, говоришь не так. Секрет запишите. Не то, не так. Да ещё и времени не посвящает этой работе. Как тогда можно ждать результата? Сетевой бизнес честный, очень честный. То есть он даёт огромные перспективы, но он просит, ты тогда работай. Ты тогда посвяти мне время. Посвятишь – получишь, не посвятишь – не получишь. Бывают, конечно, исключения. Так, то, что я боялся, что начну рассказывать. В итоге мы медленно будем продвигаться. У нас ещё про сегодняшний день нужно сказать. И главные секреты, конечно, я не сказал. Такой вот слайд, который сейчас на экране, вы все прекрасно знаете, он у нас есть в варианте с деревьями и корнями, есть со спасательными кругами. Даже для кого-то это не спасательные круги, а спасительные. То есть реально люди очень плохо себя чувствуют. Продукт, команда, да, помогает им, компания таким образом. Просто жизни спасаем. Спасаем несчастные жизни в плане бедности, превращаем их в более обеспеченные жизни. Открываем глаза, путешествуем. Я старался очень мало слайдов сегодня показать, но всё-таки покажу, чтобы моя речь была вот такая словами. На вебинаре, ну вот сейчас присутствует примерно столько человек, сколько будет просмотров этого ролика в ближайший месяц, когда мы выставим его на YouTube. Это секретная информация. Но на вебинаре может быть очень некачественно, может быть в полуха или в четверть уха, но те, кто пришли, слушают. Вы же пришли, я вижу количество людей, да? Что происходит в записи на YouTube? Там есть аналитика, можно посмотреть, увидеть. Все, кто пришёл, слушают практически все первую минуту. Потом уходит, после первой же минуты уходит половина. То есть, если вот этот спикер на первой минуте не заинтересовал, половина, всё, переключились. На второй минуте уходит, в общем-то, чуть ли не половина от оставшихся. Остаётся 25%. А первые 5 минут прослушивают уже вот дальше, слушают полностью. А так, чтобы 5 минут прослушать, ну, уйдут за это время. Обычно, скажем, вот на моих вебинарах я смотрел, да? Остаётся 20%. 20-25% дослушивают до конца. Это наши партнёры. Для них это работа, для них это деньги, и они слушают пропущенный вебинар. А остальные 80% они даже пришли, прикоснулись и ушли. Почему? Минута. На какую минуту они попали, как с ними здоровались, что там говорили, насколько заинтересовали в следующем и так далее, да? То есть, рассеянность, внимание. И мы с этим ничего не можем поделать. Особенно сейчас. Человек всё быстрее принимает решение скакать дальше, скакать дальше из-за смартфонов. Там перелистывает, 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 перелистывает. То есть, человек даёт себе несколько секунд на анализ, там, картинки, видео, да, Инстаграм тот же. Смотреть не смотреть, интересно неинтересно. Так, надо пролистать, надо быстрее пролистать. И люди перелистывают все эти возможности. Мы не можем с этим ничего поделать, мы должны приспособиться. Секрет скажу. Мы должны вот в эти две секунды или вот в эту минуту заинтересовать. При начальных словах своего предложения заинтересовать. Здесь есть деньги, есть здоровье. Уложился в две секунды? Глазки загорелись там? Нет? Деньги есть, здоровье есть. Я помощник. Всё расскажу. Хочешь? Коротко, ясно. Конечно, человек скажет, о, так это же, наверное, сетевой маркетинг. Я слышал такое. Я был даже в таком, да? Ну и что? Ты про банки слышал? Какие банки? Ну, не, не те, что на спину там клеят, не те, где у нас продукт. Банки, которые деньгами занимаются. Слышал? Да. Как ты к ним относишься? Кто-то скажет неизбежное зло, кто-то необходимое добро, но сколько банков обанкротилось? Сколько банков забрали деньги своих клиентов? Сколько банков лапшу на уши вешают? А не как они обдирают своих клиентов, да? У них во всех банках практически одно правило. Если прибыль делимся, если убытки твои. Убытки твои, не покрываешь, мы у тебя все заберем. Простое правило, грабительское. Но! Почему-то я ни разу не слышал, чтобы вот так вот наезжали. Всё, я с банками не дружу. Карточка нужна, деньги там переводятся. То есть они необходимая вещь. Магазины. Сегодня один на этом месте, завтра другой, послезавтра третий, послезавтра четвертый, потом снесли, потом построили. Всё меняется. Сетевой маркетинг. Есть разные компании. Я не могу сказать про весь сетевой маркетинг. Я даже больше скажу. На мой взгляд, почему я стал делать маркетинг-планы? На мой взгляд, большинство, подавляющее большинство компаний имеют средненькие или плохие маркетинг-планы. Да? Это факт. Я как специалист вам так скажу. Большинство компаний имеют средненькие или плохие маркетинг-планы. Это первое. Дальше. Продукт. Существует странное мнение, что в сетевом маркетинге всегда хороший продукт? Нет. Конечно же нет. Продукт в сетевой компании зависит от руководства компании. Какое они решили делать, какое решили продавать, какое решили добывать. И все зависит от этических каких-то правил и норм. Я недавно слушал ролик, где рассказывают, как покупают самый плохой кофе на рынке и делают продукт для сетевой компании. Кофейный продукт из этого кофе. Самый некачественный кофе на бирже покупается и делается. Разве получится хороший продукт? Да, там руководство решило экономить. Да, там руководство решило так. Да, эти все купят. Да, это сетевики. Да, полно такого. Я не защищаю индустрию сетевого маркетинга. В этом плане. Я говорю, что индустрия сетевого маркетинга это лучшее, что есть сейчас в мире на нашем рынке для человека, для того, чтобы он развивался, работал свободным человеком и зарабатывал достаточные деньги. Это лучшее. Номер такой, что в лучшем тоже есть кривое. Секрет? Нормально. Человек пытается вам сказать, что «А, я слышал про сетевый маркетинг, а там все туфта». Да? Где? В какой компании? В той, может быть, туфта. Да вот тут недавно строили дом и оказалось, обобрали всех, кто заплатил. А там построили, они живут. Две строительные компании. Не верить, что ли? Вообще в дома? В стройке? Не жить? Люди, включайте мозг. Отвечайте им смело. Включайте мозг. Да не тупи ты. Вот у нас великолепный продукт, вот у нас великолепная компания, вот люди зарабатывают. Что будет через пять лет? Не знаю. А сейчас здесь можно работать, учиться зарабатывать. Что будет через десять лет? Не знаю. В следующем году будет кризис. Говорят. Ну ладно, я может быть вернусь к этому. Я здесь, знаете, что хочу нарисовать? Что кроме ситуации внутри той или иной компании, внутри нашей компании, есть наружная ситуация. Любая компания не просто так, она живет в мире. Клиенты, деньги, кризисы, не кризисы, курсы валют, средняя зарплата, отношение к сетевому маркетингу, что происходит в индустрии в целом. Все это влияет. Я, если успею, сегодня несколько слов про это скажу. Но в нашей компании за продукт не стыдно. У него есть несколько, ну скажем так, моментов, которые срабатывают часто в минус у нашего продукта. Это смешно звучит. Из-за того, что он слишком эффективный, да, слишком качественный, это иногда срабатывает в минус для нас. Почему? Потому что человек такой вот, больной, да, начинает употреблять просто норму, как написано на сайте, как написано в инструкциях, и у него там заболело, везде заболело, пошли обострения. Потому что он больной, ему нужно меньше норму. Продукт так быстро высветил его проблемы, пошли обострения, что человек может даже испугаться, сказать, караол, ой, караол, у меня все заболело. потому что эффективно, потому что пошло излечение, да, поэтому тогда ему нужно в два раза снизить норму, в пять раз снизить норму, возможно. Главное, употреблять продукт дальше. Секретик рассказал наш минус, да, сам очень эффективный продукт. Это минус для некоторых людей. Ну, вот так вот Джозеф Джен делал продукт, в котором, ну, скажем так, он ориентирован на здоровых, на крепких корейцев, которые употребляют фукоидан и морепродукты всю жизнь, да. А на нас такое чудо и сила океана работает мощно для степных людей, для северных людей, для людей тундры, для людей лесов, для людей полей. Мощно работает, проявляется этот минус. Но мы же легко его перевернем в плюсик. Да можно употреблять наш продукт в два раза меньше нормы. Пожалуйста. Начинать вообще надо всегда мягко неделю-две в ход, чтобы клиент понял, как оно. Не надо сразу делать много. И вот тут огромный плюс нашей компании. Очень многие другие компании заставляют своих людей через промоушены, через акции, через требования покупать много продукта излишне и употреблять излишне. И все у них нормально. То есть, они едят тройную норму, а то и пятерную. И нормально все. А мы говорим, что у нас можно и в два раза меньше нормы. То есть, мы не заставляем людей употреблять много, потому что и так уже хорошие нормативы. Кроме каких-то критических случаев, связанных с онкологией, у нас есть эти разработанные схемы по применению порошка, сейчас будут схемы по применению фука-плюса. Там надо быстро, да, защитить человека, оставить в живых и потом подлечивать. Там все нужно делать быстро, там некогда время терять. Во всех остальных случаях мы можем делать мягкое. То есть, у нас продукт, грубо говоря, в одной покупке часто лежит то, что у других компаний лежит в 10 покупках. Плюс, плюс. Светлана Пастушенко спрашивает, где схемы взять по потолку? Знает ли кто схему по потолку по применению куриных ножек? Вот, напишите мне. А, по порошку? Ну, по применению куриных ножек. Схема. Какой максимум и какой минимум? Куриные ножки. Какой максимум, какой минимум применения в сутки, в день, сколько раз? Да? Кто-то скажет глупый вопрос, кто-то скажет агрессивный, вообще тупой вопрос, куда переводишь? А я выравниваю. Я не перевожу, я выравниваю. С куриными ножками знаете правопотребление? Честно говоря, ответ нет. Никто не знает. Никто не интересовался. Их просто едят. Желудок набился, все больше не помещается, не ем. Положили на тарелку одну, друг больше нет, съел одну. Да? Не пошел, не купил, не добыл, ничего не съел. С куриными ножками так. С фукоиданом, который является питанием, извлеченным из океана, то же самое. То же самое. Елена Кьякова пишет, лучше куриные ножки не есть. А что тогда есть? Да? Что тогда есть лучше? Вот проблема современной цивилизации. У нас отвратительное питание очень низкого качества, которое стремительно убивает население и делает нас деградантами. И в это время компания Фукоидан Волт предлагает в маленьких капсулах, в порошочке, в напитке питание идеальное, просто идеальное, которое делают людей здоровыми. Хочешь зарабатывать, приходи, употребляй, будешь здоровее. Все. Не надо по порошку узнавать схемы. Если, вот Светлане говорю, если у вас там рядом есть онкологический, да, надо ему больше дать Фуко-плюса или больше дать порошка нашего, да, все. Больше это можно доводить смело, если тяжелая ситуация, до 5 грамм, то есть 10 капсул. 5 грамм или 10 капсул в день. Все. То есть много надо быстро спасаться, защититься. Как с водой. Сколько ее нужно пить? Мы живем в таком веке, что такие глупости про воду говорят. Просто смело говорят, такие глупости, типа, нужно пить 2 литра воды в день, не считая суп, айран, чай, кофе и прочие компоты. Кто это придумал? Они решили уничтожить нас с вами? Да. И люди пьют эти 2 литра воды, не считая всего остального. Портить тебе здоровье. Мы знаем массу секретов в результате нашей деятельности, но я не буду уходить в нюансы. Давайте проскочим все-таки по слайдам, потому что один из главных секретов сетевого бизнеса здесь есть обучение. Здесь есть обучение, и оно обязательно разностороннее. Человек, который погружается в любую компанию, которая растет, развивается, думает. В любой компании есть обучение, оно разностороннее. И о продукте, и о деньгах. И о том, как говорить, и о том, как одеваться, и о том, как путешествовать. В любой компании это существует. Первые шаги. Быстрый старт. Как предложить, как продать, как вести клиента, как закрыть сделку, как ответить на возражения, как назначить вторую встречу, что нужно говорить на первой встрече, как позвонить, как сделать список знакомых, как без списка знакомых оповещать мир через интернет, как пользоваться каким-нибудь там инстаграмом, как пользоваться каким-нибудь ватсапом, скайпом, каким-нибудь телеграмом, как сделать свою и так далее. Миллион всего, все. Мозг вскипит у человека, если ему сказать, что все это у нас есть, и это есть почти в любой компании. Но. Или лучше, или хуже. Или одни говорят, другие не говорят. мастер-класс мой и Людмилы Батаковой, Виктора и Людмилы Батаковой в январе. Мастер-класс. Мы давно в сетевом бизнесе. Мы вице-президенты компании сейчас, уже более четырех лет. Мы сделали очень много для того, чтобы компания росла, развивалась, укреплялась, получала знания, работала на одном из лучших в мире маркетингов, работала на одном из лучших в мире продуктов. Осталось всего ничего. Найти людей, которые хотят работать, зарабатывать деньги. Работать и зарабатывать. Не решать маленькие проблемки, а ставить большие задачи перед собой и достигать их. Мастер-класс. И здесь нет квалификационного входа сейчас, не написано, кого мы приглашаем. Но мы приглашаем в январе ограниченное число людей, которые в компании Мир Фукаидана выполнят ту или иную квалификацию. Мы озвучим потом, может быть, через месяц, может быть, так где-то. Может быть, в середине декабря, да? Квалификация по итогам декабря. Только квалифицированные люди, только те, кто делают наш бизнес, придут и будут учиться, как его делать лучше, дальше, быстрее, проще. Обучение это секрет. Такого обучения нет. Человек может работать водителем сколько угодно, его не будут учить, как относиться к деньгам, к жизни, ему не будут заставлять его путешествовать. На этот слайд, буквально на этих неделях, я добавил два вот этих слова. То есть, я редко влезаю в товар, вернее, часто так получается, приходится, да. Но вот этот слайд был создан Мухаммеджановым, Эмиль Копеевич, профессор. Но два вот этих вот, две вещи, да, дописали мы буквально вот сейчас в ноябре. Укрепление иммунитета и полноценная профилактика. То есть, для того, чтобы пришел молодой, нормальный человек, который не хочет вообще на эти болезни смотреть, вообще не хочет впускать в свой мозг ни одного названия, ни одной болезни. И, в общем-то, молодец. Так и надо. Вот для него укрепление иммунитета, чтобы никаких болезней не было, и полноценная профилактика, чтобы никакая болячка его не цепляла. И это дает наш продукт. Любой. Любой. Любой можешь употреблять. Но есть опытные люди, ну, скажут, ну, ладно, хочешь подпитаться, давай, витал, подпитывайся. Хочешь где-то еще и вес поправить или защитить, давай, фу, как сантин, фу, к плюс, вообще, супер, да? Про дешевые сейчас не говорю, они у нас дешевле, их покупают сами собой, но тут вот зрение, тут вот антиоксидант, там энергия, да, в баночке, в женьшине. Корейцы, когда слышат про этот дикий женьшин, у них так, они дрожат, у них руки дрожат, для них это вау, дикий женьшин, а у нас он в баночке лежит, ну, дикий женьшин, ну, что, ну, самая дешевая банка, наверное, самая дешевая, верните мозг на место, это дорогущий продукт, посмотрите, сколько он стоит, спросите у постороннего человека, баночка, да, вот столько стоит, он скажет, офигеть, сколько, это не дешево, это вау, вау, это американское слово, не будем употреблять, ого-го, вот так скажем, да, про систему вознаграждения я сегодня мельком скажу, вот, карьера, я уже говорил, и сейчас скажу еще один секрет, мы видим, с Людмилой, с удивлением для себя, да, что, мы много раз уже это говорили, это все знают, что в нашем бизнесе, что должен делать лидер, он должен на свою ступеньку, на свою квалификацию, там, менеджер, директор, бриллиант, 10 ранг, 15 ранг, на свою квалификацию, на которой он сейчас находится, которую он достиг, не сам, конечно, благодаря команде, вытаскивать на эту же ступеньку своих партнеров, делать все, чтобы они зашли, залезли, да, затащить их сюда, на свою ступеньку, стань, как я, будь, как я, и вот, когда вытаскиваешь на свою ступеньку своих партнеров, сам памш, автоматически, переходишь на следующую, очень часто в жизни же наоборот, не ходи здесь, я стою, здесь я, я начальник, сброси, так, какая у тебя там квалификация, ты что, сейчас меня подрежу, сейчас, я меньше зарабатывать начну, ну, тупые, как ты начнешь меньше зарабатывать, если твой партнер делает больше сеть, как, ну, вот из прошлой жизни тянут себя такое, это секрет сетевого бизнеса, затаскивай своих партнеров на свою квалификацию, да, так, карьерная лестница, не буду на ней останавливаться, сегодня, товарные предложения ноября, какие у нас здесь есть секреты, мы сделали, для посторонних, особенно людей, это вообще непонятно, да, смотрите, мы сделали вот здесь, 35,70, кэшбэк, возвратные деньги, здесь 80, то есть, сам себе сооруди комплект, купи, что надо, и получи скидку, да, такого нигде нет, это вообще, если они узнают там монстра сетевого бизнеса, что так можно, они это будут применять, а пока это только у нас, это наш секрет, берите, пользуйтесь, да, или мы сделали на Фуко Плюс в этом месте скидку 45 денежных единиц, по 65 рублей за штучку, да, 45 раз, по 65 рублей, или по 340 тенге, 45, мы кричим, мы этот секрет распространяем, мы понимаем, ноябрь закончится, цена вернется обратно, и кто-то не узнает, кто-то секрет не успеет узнать, то есть, в нашем деле, обращение секретами такое, иногда, что-то узнав, надо рассказать максимум у людей, пусть они тоже знают, пусть им тоже будет хорошо, пусть они понимают, 45 долларов не валяется нигде, войти в бизнес сейчас, купив один или два Фуко Плюса, это сказка, войти в бизнес, зарабатывать несколько тысяч долларов, зайдя с того, что, ну, купил две штуки, к примеру, 90 долларов уже получил, в подарок, мы относимся к секретам, вот именно так, очень часто, распространить как можно быстрее, да, промоушены, действующие на этот месяц, к сожалению, их очень много, я пытаюсь работать над тем, чтобы их стало меньше, но у нас есть годовые, они весь год длятся, да, переходящие, скажем, золотой значок с 11 бриллиантами, но он будет всегда, этот промоушен, всегда, и этот слайд будет, вот я его тут отмечу, да, оп, пошел, то есть, всегда будет, поэтому раз занимает этот слайд, какое-то место, новичок смотрит, ой, как у вас много всего, много, это хорошо или плохо, эй, новичок, не тупи, не разглядывай, здесь много всего, это хорошо или это плохо, что у нас много дополнительных подарков, привилегий, правил, розыгрышей, хорошо, вот, все, расслабься, приходи в нашу систему, тебе здесь будет хорошо, потому что здесь много, за что дают тебе деньги, подарки, уважение, признание, бриллианты, золото, путешествия, золотая осень, сейчас самый актуальный промоушен, где он у нас, есть здесь, есть, вот он, золотая осень, пройдет 10 дней, меньше, ноябрь закончится, осень закончится, и промоушен закончится, и кто-то так и не узнает о том, что он мог просто сделать покупку, вошел в бизнес серьезно, вложился в продукт, да, 550 баллов и выше, и его спонсор, второй тоже, оба участвуют в розыгрыше, где есть путешествия, ну, хотите Канары, берите Канары, хотите Хайнан, берите Хайнан, хотите там греческие острова, да, пожалуйста, да, путешествия от компании в подарок, на эти же примерно деньги, чуть может быть дешевле, какой-то супер смартфон, у меня реально смартфон дешевле, чем этот, я не знаю, что человек будет делать, со смартфоном за 1000 долларов, да, обычный человек, он не вытащит функции, все вот, не сможет пользоваться, но он будет пока, смотрите, компания мне подарила, кто-то другой будет в гости приглашать, компания мне на 1000 сделала подарок, да, бытовую технику, может быть, просто кофемашину за 1000 долларов, кто-то мечтал, и вот подарок, кто-то другой наберет 20 вещей, 20 на эту 1000, да, и забьет весь дом, там, всякими разными помощниками, и альфа продукт, закончится золотая осень, этого не будет, сейчас это есть, это секрет, мы о нем кричим, мы компания, которая делает очень много промоушенов, и они реальные, почему? а потому что я и Людмила, давным-давно в сетевом маркетинге, мы не делаем каких-то вот фантиков, фунтиков, да, безделушек каких-то, знаете, как промоушены бывают, купи у нас три продукта, мы вам шнурочек подарим, я иногда захожу на сайты других компаний, я просто там, просто обалдеваю, да, они говорят, купи, купи, у нас много, мы бумажку приложим, или там пробничек добавим, о чем речь? Вы даете на копейку, а мы даем, вот очень серьезно, но к этому тепличным условиям, слишком комфортным, а наши партнеры, фукоиданол, очень привыкли, они привыкли жить в комфорте, в тепличных условиях, работать мало, зарабатывать много. Классно же, да? Ну и зовите те, кто хочет работать не очень много, а зарабатывать солидно. Ну а если будет очень хорошо работать, вообще будет зарабатывать нехило. Я вижу тут у нас в чате какой-то сетевик появился. Есть, да, такие люди, которые не понимают, знаете, идут по Танзании, что ли? Ну где-то там, да? В Африке, в общем. Два животных. Два животных. Идет слон, африканский, самое крупное животное на Земле, и он еще, у него такие характеристики интересные у слона. Он растет всю свою жизнь. То есть он не останавливается в росте, все время растет. Слон. Большой, мощный слон. Одно животное. Ну и идет суслик. Вождь всех сусликов в округе. Всех. И очень разговорчивый, и шустрый, и все знает, он знает про свою нору, про соседей и так далее, да? И он тоже млекопитающий. И он говорит, я млекопитающий. Слон говорит, да. Да, нас много млекопитающих. Я тоже выращен был с молоком матери. Но я слон, а ты суслик. И я понимаю, что тебе, суслику, просто не понять, что такое слон. Просто это невозможно. Потому что каждый на своем уровне сетевик. И как только человек, который называет себя сетевиком, приходя в чужой дом, на чужую презентацию, на чужой вебинар, начинает выпендриваться, свистеть, кричать, треповать. Ну ладно, не суслик, газель. Я не знаю. Обычно это мальчики. Все-таки суслик. Поэтому млекопитающих много. Люди, которые называют себя сетевиками, их очень много. Они говорят, так я уже два года знаю, что такое сетевый маркетинг. Да. А я, например, создаю условия для того, чтобы в нашей компании, сейчас Фукайдан Волт, были наилучшие условия для сетевиков. Я сегодня говорю, очень много секретиков. Очень много. Когда-то, почти уже четыре с половиной года назад, Виктор Николаевич, президент компании Фукайдан Волт, нашел меня в просторах интернета. О, хвала интернету! Вот. Мы же в Юрмале живем, а Виктор Николаевич в Алма-Ате. Между нами пять тысяч километров. Но, работаем вот, скайп, нашел и сказал, да, нужно маркетинг-план. Я тогда в основном делал маркетинг-планы для сетевой компании. И достаточно быстро нужно было. Я сделал новый маркетинг-план, и, знаете, я расскажу секретик. Этот маркетинг-план тогда, в 2015 году, не приняли. мой маркетинг-план, а я сделаю больше пятидесяти, я знаю, что делал. Мой. Не приняли. Сказали, нет. Вот. Но, сказали кто? Ну, сетевики, лидеры, да? Лидеры компании, сказали, нет. А почему? Да очень просто. Когда президент компании запрашивает новый маркетинг-план, тогда было понятно, что старый компанию уничтожает. К сожалению, там были какие-то некорректности, которые вынимали из компании кучу денег в сторону лидеров, и компания должна была закрыться. Вот и все. Компания должна закрыться, а сетевики говорят, нет, мы хотим еще больше. То есть, они готовы были уничтожить эту компанию. Но, так получилось, что они ушли сами. и тогда Виктор Николаевич предложил создать второй, более такой продвинутый маркетинг-план, но при условии, что я его уже и продвигаю, потому что серьезное, что-то красивое, то, что у нас сейчас есть, можно только продвигая делать, да? Как и с продуктом. Ведь если наш продукт сейчас поставить на полке куда-то, магазинов, специализированных магазинов, его не будут покупать, он дороже стоит, чем другое рядом стоящее. Чтобы его отрекламировать, нужно, условно говоря, 10, 15, 20 миллионов долларов. И то не факт, что будут покупать. Вот. То есть, нужно продвигать маркетинг. И тогда, да, мы приняли решение, сотрудничать с компанией Fukudan World, и продвигать и маркетинг, и всю компанию, и учить, и помогать. Четыре года. Компания растет, 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 идет наверх, идет наверх, идет наверх. Четыре года. А это сложно. Этого почти никто не может сейчас. Из каждых ста рожденных компаний годовщину празднуют только, не знаю, пять или десять. Да? Ой, здесь крупная у меня золотая осень есть. Но я все рассказал вам. Ищите, быстро ищите людей, которые готовы зарабатывать и проверить себя на удачу. А вдруг удача улыбнется именно им? У нас десять подарков. Золотая осень великолепно работает. Пять тысяч компания выделила на подарки. Пять тысяч долларов. Мы обозначили, пожалуйста, десять подарков. Вперед. Входишь в бизнес или покупаешь много продукта, и ты, и твой наставник участвуют. Где такое было? Покажите мне хоть одну компанию. Было-было. Но вы мне покажите. Расскажите. Всем сусликам расскажите, да, где они такое видели, чтобы так компания относила к своим партнерам, которые просто покупают великолепный продукт. Пусть поищут, не найдут же, да. Программа вознаграждения, там, бонусы, маркетинг-план. Иногда говорят, как? Тут всего так много, ну, мы же уже много раз говорили, вот эти два бонуса, которые нарисованы наверху, универсальный бонус и бонус бесконечности, это главное, деньги там. Все остальное, это всякие премии, добавочки, за правильные действия, за вовремя пришел, за быстро сработал, молодец, ничего не строишь, сам покупаешь, на тебя деньги, и так далее, да. А вот здесь всего два бонуса у нас таких больших, универсальный, самый большой. давайте так, по пятизначной, там, я ему поставлю пять плюсов, да, а бонусу бесконечностью поставлю три больших и один маленький, потому что три мало, а четыре много. Вот, какие деньги. В универсальном бонусе все наши деньги лежат, в огромные. Бонус бесконечности тоже здоровый кусок денег выдает. Дальше, все остальное, мы платим дополнительно, за правильные действия. Спонсорская премия, ну, человек работает быстро, приглашает двух-трех в месяц, на тебя премию, деньги, дополнительно, молодец, молодец. Стартовый, быстрый старт иногда называют, и так далее, премия новичка, как угодно. Первое время ты получаешь больше, чем даже твой спонсор. То есть, мы берем и увеличиваем бонусы в твою сторону на 25% почти, да? То есть, мы берем и увеличиваем. На, быстрее работай, зашел работай. Хороший, нормальный стартовый бонус. Следующих два. Премия постоянного покупателя и подарки покупателя. Заметно, да? П, 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 5, П. Ты не строишь сеть, по каким причинам, не важно. Ты просто покупатель. Мы даем возможность дешевле покупать. Мы тебе дадим деньги за то, что ты покупаешь постоянно, покупаешь регулярно, покупаешь на тысячу, в итоге накопив, или на 10 тысяч. Мы тебе дадим подарки. Сейчас вот Алма Шакпарова, одна из лидеров компании, ищет, что бы ей купить, потому что она накопила 10 тысяч баллов в покупке личной. Может быть, уже купила. Надо выбирать. На эти почти 500 долларов, да? Сколько там у нас? 150 тысяч тенге. О, видите, как я развиваюсь? Я знаю в рублях, в тенге, в евро, а говорю в долларах. Нет, деньги вот так, в четырех валютах. Достаточно, да? Никаких криптов у меня не существует. Я только про деньги. Да. Каникулы директорские. Ну, в подарок отправляем в путешествие директоров компании, то есть, кто по квалификации вышел. Что тут сложного? Что тут плохого? Они же ездят, они же довольны, они же фотографии, они же поедут, да? Автопрограмма, пенсионная. Про пенсионную очень странные иногда вещи слышу. Говорят, вау, как круто. Ну, как вам сказать? Пенсия всегда меньше, чем зарплата. Но если человек не работает, то он переходит на пенсию. Вот и все. Пенсия, она меньше, но ты, значит, не работаешь. И через два года ты можешь оказаться на пенсии, если ты не работаешь. Но что такое пенсия? 300 долларов в месяц, 300, 600 долларов в месяц, 1200 долларов в месяц, даже 2500 долларов в месяц. Нехило пенсионеры живут в компании Мир Фукоидана. Совсем не хило. Это те, кто не работают. Да, у нас много рисунков. Помните, я говорил, да мы словами, мы голосом, языком работаем. Мы можем работать молча. Показывать картинки, вот у нас карьерные ступеньки. Где у нас сейчас лидеры? У нас максимально 15 рангом, лидерский ранг, 15-й. Один месяц выполнили Владимир Михайлов, Ирина Ильичева. Да, это максимум. 11 ранг, это то, на чем стабильно лидеры находятся. По одной карьерной ступеньке, это главная, да, карьерная по универсальному бонусу. И директора у нас, да, по бонусу бесконечности. Подарки, признания, карьера, значки, там, дипломы. Но вообще денег больше, просто больше денег. Просто больше денег, если ты выше по карьере, все. Еще один секретик скажу. Очень многие люди, которые начальники в жизни, они в статусе начальников приходят в стеомаркетинг, приходят в нашу компанию тоже и говорят, мы начальники. Ну начальники же мы, э, ну они ждут, когда все выстроятся, построятся, там, ку начнут делать, уважение проявлять. А каждый суетится, каждый занимается своим делом у нас. В параллельной ветке появился такой странный начальник, ходит гоголем, да? Вот. Еще кто-то появился, гусы не ходят, но вот ходят они. Это очень хорошо, если человек начальник по жизни, он умеет управлять, работать с людьми, но нужно создать свою структуру, свою, создать, помочь, пригласить людей, создавать команду, нести в массы, рекламировать продукт, маркетинг, систему, обучение, наши деньги, которые идут от нас. Рекламой мы занимаемся, обучением, как купить, как заплатить в интернете, как пользоваться сайтом, как ходить на вебинары и так далее, и так далее. У нас очень разностороннее обучение. Поэтому старайтесь начальников таких привлекать. Помните, когда я пришел в сетевой маркетинг, я был президентом компании. И нехилой компании. С товарооборотами больше, чем вот сейчас делает мир Фоковидана. 27 лет назад. Но я же пришел, ну правда я хотел, вот как я говорю, свой интерес у меня был. Путешествия, узнать. Мы ездили в Венгрию. Я, наверное, успел 7 раз съездить в эту Венгрию. Какие-то значки там золотые получал, какое-то признание, часы. Видел, как они живут. У меня раскрывался мир, горизонты. Я знал после этого, да, я в сетевом маркетинге лучше состоюсь. Потому что здесь не нужно решать юридических вопросов, никаких особенных. Финансовых, транспортных, доставка, хранения. Ничего этого не надо. Знать даже, да. Просто организуй обучение, организуй квалификационное обучение в своей структуре, выращивай лидеров, выращивай среднее звено, выращивай, приглашай, делай товарооборот, получай деньги. Мы так часто говорим слово товарооборот, что когда наша с Людмилой дочка, да, София недавно услышала по телевизору, Путин сказал, товарооборот между Россией и Китаем достиг София так, у них тоже товарооборот. Вот как. То есть у них тоже товарооборот, а не у нас тоже. То есть мы работаем вот в этих категориях. Мы делаем товарооборот и получаем свои проценты. И вот Ирина Ильичева напомнила, лидеры компании, первый чек, 9% от созданного товарооборота. Секретная информация. Они получают 9%, ну, по крайней мере, это было в сентябре, в августе и в июле. Я тогда посмотрел перед бизнес-форумом 9%. Где больше? Покажите мне компанию от созданного товарооборота баллового. Он у нас близок к денежному. 9% первый чек компании. Поспрашивайте, они даже вам ответить не смогут. Они не знают. Я встречал людей, которые говорят, о, я сделал товарооборот там 2 миллиона и получил 10 тысяч. 2 миллиона долларов товарооборот его структуры, а он получил 10 тысяч долларов. Он такой гордый, говорит, вот у нас какой маркетинг. А у меня не то, чтобы тяга к цифрам, я цифры не люблю, но меня заставили в свое время, вот к нам в школу свалился физмат-класс, 9-й, 10-й класс, физмат-класс. Жуть и ужас, да? Но в итоге цифры, так сказать, для меня немножко проще звучат, чем для других людей. Я ему говорю, ну а сколько это? От 2 миллиона сколько ты получаешь в процентах? Ты создал, какую часть тебе дают? Скажите мне, кто может? В процентах от 2 миллионного товарооборота, сколько там в другой компании человек получает? Он считает себя лидером, он крутым, он хвалит маркетинг-план, хвалит компанию. Компания старая, американская, да? То есть, ее можно хвалить, но он сколько получает? Александр Бобровский пишет 5. Александр Бобровский. А если от 1 миллиона 5 процентов, сколько получится? 50 тысяч. О как! От 2 миллионов он 10 получает. Но, спасибо, Александр, вы первые, вы написали, остальные же испугались, боятся. Какие проценты? О чем речь? Деньги, мама, караул, тут про деньги заговорили. Примерно так. А нужно говорить о деньгах 90 процентов своего разговора, потому что это ваша жизнь, одежда, питание, путешествия, защита, возможность не болеть, все сейчас упирается в это, в деньги. Так сколько процентов? Кто-то может написать, и таких компаний полно, где они хвалят компанию, получая, Альфея пишет, пять сотых. Ну, тоже перебор, по-моему, вам надо как-то договориться с Александром и найти золотую середину. Полпроцентика, да, золотая середина, полпроцента, а мы 9 платим, в 18 раз больше. Да, когда товаробороты наших лидеров будут побольше, достигнут 2 миллионов в месяц, а процент упадет, и будет не 9, но и не полпроцента, уверяю вас. Это же понятно. У нас такой маркетинг-план, там будет 3, 4, 5 процентов. У нас огромные деньги выплачиваются лидерам. Не надо об этом молчать. Это секрет. Секрет, о котором мне надо молчать. Что сказал? Ну, ладно, посидим побольше. сегодня на вебинаре. Я в середине вебинара думал, может быть, на 2 части разбить, потом еще это договорить. Не буду. Потом, сейчас делаю короче, но такие интересные вещи скажу. Почему опять этот слайд? Чтобы мы чуть-чуть подробнее поговорили о том, что в мире происходит. Там, вне нас. Да у нас все правильно, все хорошо. Продукт лучше, маркетинг лучше, команда строится, создается не лучше. Согласен. Компания управляем, как умеем. Сетью управляем идеально. Да? Итак, что же происходит в мире? В 2020 году назначен кризис. Я давно живу, хоть и молодой. Когда его назначили на 2008 год, он реально взял да произошел да так, что трясло всех. Странно трясло людей, народа и так далее. после кризиса объявили, как всегда, денег у всех стало меньше, а у некоторых стало больше. Очень маленькое число некоторых, у них стало больше. Деньги же не могут куда-то исчезнуть, да? Даже если они в виде компьютерных цифр, то они все равно от них ушли, к другим пришли. Поэтому кризис это кому-то выгодно. Он будет. Да? Да. Будет. Не в 20-м, может быть, они там оттянуты, в 21-м. В общем, назначили сейчас на 20-й, даже на эту зиму, к весне кризис. Что происходит в кризис? Людям не платят зарплаты, уменьшают, сокращают, увольняют, закрывают, да, и это по всему миру, и это ожидается. И что вот эти люди, которых сократили, выгнали, не платят зарплату, что им остается-то? Как им жить? Им остается открыть для себя только одно, возможности сетевого бизнеса, когда они могут прийти вот в нашу компанию с VIP-входом, ну, как минимум, с партнерского входа и начать работать и зарабатывать. Еще и здоровы будут. И сейчас происходит перераспределение сетевого мира, как будто бы вот на мой взгляд мы с Людмилой слушали несколько лидеров, которые рассказывали, как они ушли из своих компаний перераспределения, то есть выравнивается предложение общеразных сетевых компаний на наших рынках, Россия, Казахстан, выравнивается предложение, то есть мы как будто бы нас вот более высокие силы готовят к тому, чтобы спасать тех людей, которые в кризис пострадают и у которых начнется прояснение сознания. Они поймут, что там, где они были, это все-таки ненадежно и нестабильно. Им просто перестали платить, закрыли, выгнали. Их таких будет много. А мы с распростертыми объятиями, идите к нам, идите к нам, мы примем любое количество, тысячу человек, примем, десять тысяч, примем, миллион, примем, сто миллионов, примем. Всех готовы принять. Перераспределить, дать деньги тем, кто работает, остальным дать великолепный продукт. Понимаете? То есть мы готовы. Что происходит сейчас, я скажу несколько слов на рынке. Мы особо не следим, потому что это, так сказать, ковыряться в чужих проблемах, да, но эти проблемы в этом году, в девятнадцатом, высветились очень сильно. Две компании, которые были лидерами российского и вообще вот всего нашего бизнеса сетевого, не сразу так по очереди, обе эти компании резко пошли вниз. Резко. Просто одна, может быть, в десять раз пошла вниз, другая, может быть, в пять раз или там в три, резко пошли вниз по товарооборотам. То есть как же так, скажет какой-нибудь особый умный. У них, наверное, были команда, продукт, маркетинг, компания, они росли наверх, почему-то они пошли вниз, а? Что это может быть с этим маркетингом происходит? Ха-ха-ха. Скажет этот умник перед кризисом мировым, когда все пойдет вниз. Банки будут закрываться, страны, государства будут закрываться, открываться по-новой. Может быть, с другими названиями. «Кто?» спрашивает Александр. Ну, я не буду сейчас... Они живы, они живы, они не здоровы, но они живы, да. То есть лидеров вниз. Что это значит? Часть сетевиков ушли от них и ищут, куда пристроиться. Огромные команды, мощные, обученные, думают, где компания, где. Хорошо платят, хорошо учат, дают свободу, да еще и чтобы продукт не подкачал. Это мы. Но мы такие маленькие и такие, блин, секретненькие, что никому не сказали о своем существовании. Многие наши партнеры ходят и ищут больных людей, а не те, кто готов работать, создавая товарооборот, чтобы все были здоровыми и чтобы не было больных. То есть нам нельзя уподобляться врачизму, да. Врачизм живет за счет больных. Мы должны жить за счет здоровых, за счет желания людей быть здоровыми и искоренить болезни таким образом. То есть другой подход у нас должен быть. Мы об этом говорим, 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 но гораздо проще прийти к больному человеку и сказать, ты можешь оздороветься, да, можешь, вот продукт, решай. Это очень легко, но получается тогда кормимся за счет больных. Это нужно делать, потому что эти люди уже больные, но нужно делать второе направление, защитить людей от болезней, чтобы они не были больными. Пускай никто не кормится за счет больных, пускай их не будет. Это же хорошо. Итак, одна компания пошла вниз из-за отвратительного руководства, они поменяли руководство, поменяли, одни ушли, другим продали, и руководство стало отвратительным, она пошла вниз, она и так не очень-то была, и пошла вниз. Они сменили маркетинг-план, говорят, чуть-чуть, и он стал хуже, представляете? Но не хватает у них понималки сделать маркетинг лучше. Даже гиганты меняют что-то, делают хуже. И вот тогда, четыре с половиной года назад, в работающей компании, когда мы поменяли маркетинг-план Fucadone Volk, и когда сделали, чтобы это было лучше, и тогда мы получили мощнейший удар, в два раза доллар скакнул, курс, в два раза, да все позакрывались вообще почти, а мы все пошли наверх, 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 мы идем наверх, мы умеем, мы можем, мы очень хорошо работаем, очень хорошо подготовлено все к работе. А вторая компания тоже, они подумали, что можно из одного и того же колосса черпать долго, да, из Инстаграма, черпать, из Инстаграма, черпать, в Инстаграме всего часть населения, ну 5 миллионов, ну 7 миллионов, ну в русскоязычном Инстаграме, все, вычерпать 5-7 миллионов можно быстро на интернет технологиях, а рядом еще 200 миллионов, которые не в Инстаграме, которые можно черпать сотни лет, понимаете, ошибки, но что произошло, огромное количество дистрибьюторов, сейчас вот все это колышется, ищут хорошую компанию, перераспределяются, куда пойти, с кем, нам 4 года, у нас великолепный план вознаграждения, система обучения и продукт, зовите их к нам, пусть они здесь будут лидерами, не бойтесь, зовите лидеров, потому что, когда вы их поднимете на свою ступеньку, вы автоматически пойдете на ступеньку, а то и на 2 выше, зовите тех, кто потерял сейчас, там, где-то, из-за их ошибок, зарплаты, бонусы, уверенность в будущем, пусть идут сюда, потому что сетевой маркетинг, как бизнес, он на порядок лучше, чище, чем эти обычные бизнесы, Марьяна спрашивает, где эти 200 миллионов чатятся, они вообще не чатятся, сегодня в интернете чатятся, но 10% населения, это первое, второе, это в основном молодежь, но она еще без головы живет, она еще живет на гормонах, на эмоциях, на каких-то действиях, то есть там еще с головой не все в порядке, да, это мы видим, мы это понимаем, поэтому нам нужно звать сейчас людей, да, моложе, разумных, которые хотят наладить свою жизнь, сделать себя хозяином своей жизни, зарабатывать себе столько, сколько они хотят, могут, и мы предлагаем через маркетинг план, через наш продукт, и да, надо много-много говорить, и в общем-то технологии, когда где-то один раз написал, пошел, уснул, проснулся, а у тебя сеять деньги, это сказки из пирамид, да, это еще обещали Буратино, но тогда вместо интернета была специальная полянка, где закапываются деньги, и так, что из новостей я должен еще сказать, сегодня, что у нас на час удачи по итогам этого месяца, будет 12 подарков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть продуктов, по две штуки каждый, 12 подарков, то есть мы знакомим с новым продуктом наших партнеров, 12 подарков здесь, плюс 10 подарков золотой осени, да, вообще, такого никогда не было, даже у нас, даже у нас, да, у нас уже все, 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 все было, но такого никогда не было, что человек может прийти, сейчас делать вот эту покупку, и участвует, в часе удачи, участвует в золотой осени, ну там 550, да, покупка баллов, баллов, не денег, денег больше, или если делать на 850, еще участвует в новогоднем розыгрыше, по итогам года, три, вы не видели, как я загибал, да, раз, два, три, делает покупку, если сейчас бизнес покупку, за месяц на 850 баллов, участвует в трех розыгрыше, сразу, одним выстрелом стреляет в три мишени, и если ему там не повезет, то значит он пришел зарабатывать, тоже здорово, правда, пускай зарабатывает, а ноябрь закончится, обязательно закончится, уже есть, знаете, из секретов, я вам скажу так, у нас совещания сейчас проходили, на уровне руководства, мы знаем будущее, да, но не все можно говорить, в декабре, я буду делать вебинар, в первый, он скорее всего будет называться, подарки декабря, подарки декабря, там будет вау, но золотой осени там не будет, но скидки в 45 долларов, за фуко плюс, не будет, поэтому, сейчас, тоже ого-го, да, а в начале следующего года, вообще, то, о чем многие, не читают, произойдет, но сейчас мы в ноябре, и нам нужно делать ноябрьский товароборот, ноябрьскую работу, говорить людям, они нигде не чатятся, идти говорить, да, а если кто еще и чатится, так, у меня слайд был, кто за октябрь, да, у нас здесь, 5 человек, или 6 человек, должно быть, а, 7 человек, 7, 7 контрактов, которые выиграли, фуко вэл альфу, получили в подарок, да, по часу удачи, октябрьскому, еще 7 контрактов, умные весы, смотрите, сейчас на слайде, да, и еще, 7 человек, фитнес браслеты, и это все, о, в ту немножечку сторону, помните, контроль веса, каждый второй, хочет контролировать, свой вес, вот я, 9 килограммов, сбросил, а вы, да, скажите, у нас вице-президент, сбрасывает 9 килограммов, в том числе, благодаря продукту, да, в том числе, ой, сколько еще секретов, я вам не рассказал, на мастер-классе, в начале года, давайте так, в следующий четверг, выступает у нас, тренинг делает, даже не тренинг, а такое, учебное пособие, да, генеральный директор компании, Татьяна Викторовна Куриленко, в связи с изменениями на сайте, у нас много нового там, как купить, как оплатить, как посмотреть, это все еще меняется, но уже мы вот сделаем такой вебинар, чтобы, ну, быть на, вывести вот, вебинарную составляющую, тоже на соответствие с сайтом, сегодняшним нашим, он будет меняться еще несколько месяцев, будем все улучшать, в следующий четверг, генеральный директор компании, Татьяна Викторовна Куриленко, вот как, Марианна, минус 7 килограмм, здорово, Татьяна Калашникова сбросила 11 килограмм, здорово, молодцы, мы будем красивыми, стройными, привлекательными, богатыми, ну, кто откажется от сотрудничества с такими людьми, кто откажется зарабатывать свою тысячу, две тысячи в нашей компании-то, а? Спасибо, с вами был Виктор Батаков, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok